МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто-то говорит, что балет – это искусство для избранных и посвященных, но для самарцев это искусство давно стало одним из самых любимых и посещаемых. В октябре месяце пройдет ежегодный фестиваль имени Аллы Шелест, и лучше всех об этом событии может рассказать моя сегодняшняя гость – заслуженный работник культуры России, с недавних пор почетный гражданин Самарской области, Светлана Петровна Хумарьян. Здравствуйте. Здравствуйте. Что касается любимого вида искусства, то я думаю, что это не только в Самаре любимый, а если мы возьмем историю балета, начиная с Франции, то окажется, что жанр любимый, жанр растущий, жанр одно время начал увядать, и только с помощью России он воспрянул снова, и с помощью России и Италии французский балет, с помощью России, опять же, поднялся снова и сумел достичь тех высот, которые на сегодняшний день есть. Сегодня очень много идет споров. Мы ли на вершине балета, или танец, не балет, а танец, который совершенно преследует другие цели, у них другая эстетика, другой почерк. Я, наверное, можете говорить, как угодно, старый консервантка, консерватор, но я люблю балет в чистом виде. Классический его вариант. Вот для меня еще пока никто не превзошел Мариуса Ивановича Петипа, мне кажется, что вот то совершенство, та гармония, то изящество, которое есть в его хореографии, пока остается, пока существует. Ну, конечно, нельзя так сказать, что, допустим, век прошел бездействие. Мы знаем шедевры и Фокина, мы знаем шедевры Волончина, Голиизовского, Стравинского. Ну, есть шедевры, которые появляются периодически, но все-таки сказать, что балет это глыба, глыба отрасли, все равно тут без Мариуса Ивановича мы не обойдемся. Светлана Петровна, мы сегодня с вами говорим вот о фестивале Аллы Шелест. Давайте немножечко расскажем, что это была за легенда, персона, и она-то уж точно была на вершине балетного мира. Да. Вы знаете, сейчас, к сожалению, книги выходят такими малыми тиражами, все до тысячи, до полторы, ну, а две-то, кажется, уже недосягаемо. Вот вышла книга тиражом полторы тысячи экземпляров, автор ее Красовская, и крупнейший балетовед, и она там пишет о великих, о выдающихся, и вот, значит, первый раздел книги начинается с великих, легендарные даже, легендарные. Кто бы вы думали легендарные по этой книге? Ну, я боюсь предположить даже мою плесецкую, я знаю еще, как легендарную. Не, не. Ошибаюсь, да? Конечно. Галина Семеновна Руманова, вахтанг Михайлович Чебукиани, тоже связанный, с Самарой, Константин Михайлович Сергеев, это принц, основной премьер балета Мариинки, его жена Дудинская и Алла Яковлевна. Вот четыре человека, которых такой уже балет, как балетовед такой, называет высшим достижением. Но, кстати, я хочу вам сказать, что сама Алла Яковлевна всегда высоко чтила Галину Сергеевну Уланова, а Уланова всегда восхищалась шелест и не могла поверить, как можно жить в такой правде, в такой отдаче и в общем поклонялась ей как высшему классу мастерства. Давайте немножко о том, как рождался этот фестиваль, потому что вы непосредственно принимали участие и были мамой, так скажем, этого фестиваля изначально. Почему Алла Шелест? Много же все равно интересных и легендарных. Скажу почему, да. Меня, честно говоря, удивляет, что сейчас, когда так много великих имен, так мало фестивалей, что по существу есть три Нуреевских, три Нуреевских, два Улановских, вот они. И наш Шелест, правильно? Это само собой. Наш сообразимеется Шелест не имеет ни Москва, ни Питер, не фестиваля Дудинской, правда, я и не хотела, чтобы он был. Это субъективная точка зрения, но я бы не хотела, но неважно. Почему? Я вам скажу, на мой взгляд, Шелест это та балерина, которая в комплексе в себе воплощает все. Вот как мы знаем знаменитое чеховское выражение «В человеке все должно быть прекрасно». Вот Алла Яхлина Шелест имела идеальную внешность, талант невероятный, артистическое дарование, невероятную музыкальность, которые поражались даже в Англии. Они вообще считали, что она какой-то музыкальности недосягаемой достигает и завершает в танце. Вот. Наверное, поэтому. Еще, наверное, потому что Алла Яхлина была замечательной человек, человек в высоком смысле этого слова, человек достойный, порядочный, честный, благородный, способный всегда, в общем, прийти на помощь и на сцене, и в жизни в любую минуту. А мы с вами уже сколько вам прилагательных назвали даже по одному разу. Алла Яхлина человек удивительно ответственный. Она вот такая вещь, будучи совершенной, имея имя Этуали звезды, звезды в переводе с французского звезды, имея вот такое имя, положение, она всегда старалась и заниматься, и уроки, и класс, и ну, всем, чем положено, она занималась. Она никогда себе не позволяла сделать что-то не в полную силу. Одним словом, абсолютно достойнейший персонаж, чтобы назвать фестиваль ее именем. У нас есть небольшой сюжет, давайте вместе со зрителями посмотрим его и продолжим наш разговор. Смотрим. На сцене беззаветная любовь нежной одеты и королевского сына принца Зигфрида сталкиваются со злыми чарами кудунара Барта и его дочери Аделия. И в этот раз все снова закончилось хорошо и добро победило темные силы. Сделать язык тела понятным зрителям, вложить смысл в оточенные движения, настоящее балетное мастерство, следовать лучшим традициям искусства, один из путей его сохранения. открытие заново партитуры может быть это открытие возможностей нашего театра нашей сцены нашего оркестра ну а самое главное это встреча с знакомыми и незнакомыми именами. В прошлом году фестиваль балетного искусства был принят в ассоциацию европейских фестивалей теперь он часть международного культурного достояния. Зародилась идея проведения праздника танца именно в Самаре. Несколько лет подряд Алла Шелест возглавляла балетную труппу оперного театра. Ее личность до сих пор пример для подражания современных балерин. Главный завет отдавать своему искусству всю себя. Для артиста я считаю что не должно быть принципиально где выступать он должен быть как бы честен перед самим собой и выкладываться на сто процентов выдавать все что его научили педагоги и показывать свой внутренний мир. Завершится фестиваль грандиозным гала-концертом Шелест Гала. Зрители смогут увидеть фрагменты из спектаклей и хореографические миниатюры в исполнении ведущих солистов Московских и Санкт-Петербургских театров а также Самарского академического театра оперы и балета. Светлана Петровна ну вот с того момента как в нашем городе появился фестиваль имени Аллы Шелест и с реконструкцией оперного театра люди потянулись вот что греха таить. Я поняла ваш вопрос в Куйбышеве в то время был Куйбышев а не Самара главный балетмейстер театра называлась по-другому была эта должность Наталья Владимировна Данилова она из Петербурга она заканчивала у самой Вагановой она привела всем нам любовь к Шелест и когда уже она заканчивала свою карьеру она решила пригласить Аллу Яковлевну на постановку ну и попутно когда постановка тут и встречи рассказы тут уроки ну и в общем как-то все пришлись душа к душе по группе крови Аллу Яковлевну уехала нам Министерство культуры прислала в связи с уходом Натальи Владимировны Даниловой на пенсию такого самовлюбленного юношу но мы очень быстро этот вопрос решили мы вернули Аллу Яковлевну и три с половиной года вместе со своим мужем Рафаилом Вагабовым они здесь работали и сделали очень многое для того чтобы балет наш вырос качественно причиной первых Алла Яковлевна поехала в Питер и набрала много хороших кадров понимаете то что иногда для Питера может и не первым сортом у нас вполне хотя потом им возможность развиваться дают там стоит она на десятой линии и выйдет на шестую хотя бы неизвестно а здесь Алла Яковлевна привезла большую группу ленинградцев пермяков из Новосибирска из Воронежа и начала с ними что называется денно и ночь наработать и успехи как грибы при дожде но говорят же что она еще помимо того что сама прекрасной балериной была еще и педагог от Бога она и педагог от Бога была она психолог была потрясающей потому что она в общем прекрасно понимала психологическую природу искусства без психологии как создашь образ в театре без образа не может быть вообще ничего интересного ну что ходят ну танцуют именно образы именно проблемы именно трагедии комедии именно человеческие страсти волнуют людей сидящих в зале сейчас современный балет он дотягивает до этой планки знаете так вот обобщу нельзя говорить есть балеты которые дотягивают допустим ну вот есть балет каменный цветок Григоровича Григоровича их несколько есть видите как я сразу потому что их легенда любви тоже Григоровича раз два и обчелся не так уж много но есть есть которые созданы совершенно потом сейчас немало интересных есть на западе хореографов которые создают правда в другой стилистике в основном это одноактные балеты вот лично я считаю что это не наш путь вот российский балет это многоактный балет и обязательно сюжетный балет сюжет заставляющий переживать сюжет заставляющий бороться со злом и побеждать это зло вот допустим хоть он и не русский Ромео и Джульетта хоть и по Шекспиру которому 110 лет а ведь до сих пор шекспировские страсти как волнуют и как они в общем-то ну на века одним словом для всех наверное поколений Шекспир всегда будет и смотрибелен и читабелен и всевозможные будет то что касается самого фестиваля насколько на ваш взгляд подбирается в программу этого фестиваля подбираются произведения приезжают же люди мы приглашаем солистов вы знаете наверное нам нужно о том мы не успеем с вами рассказать о том что сначала фестиваль-то родился по простой такой форме как и большинство фестивалей вот репертуар Шелест вот партия которая она танцевала и в нашем спектакле вот эти другие хорошие станцуют эти партии мы сначала тоже так начали потом мы стали усложнять форму стали брать целые пласты допустим романтический балет драм балет и сейчас мы уже дошли кстати сейчас вот начнется пятнадцатый балет у нас там немножко несоответствия чисел потому что реконструкция театра проводилась и не всегда мы могли провести вовремя балет и поэтому не всегда балетный форум состоялся вовремя что я вам еще могу сказать что ну вот фестиваль который в октябре вот сейчас будет буквально там через месяц он будет уже пятнадцатым он будет пятнадцатым вы знаете можно с уверенностью сказать что все лучшие сегодняшние танцовщики уж российские это точно побывали на нашем фестивале все а какие-то неоднократно а какие-то вообще стали любимцами самарской публики стоит только объявить Владимир Шклеров это премьер Санкт-Петербургского балета это уже половина билетов сразу нет пользуется огромной популярностью но это поколение уже сходит был Андрей Уваров и Надежда Грачева всегда сейчас только вышедшая три года работает но уже получила титул это как Бенуа Де Ла Данс Оскар балетный вот Оля Смирнова она уже имеет этот титул она уже лучшая балерина имеет титул Женя Образцова уже имеет титул Анны Павлова и они вот все у нас на этих фестивалях бывают и надо сказать не по одному разу и вот в нынешнем фестивале к сожалению только вот Олечке не будет Смирновой потому что у них в этот же день премьера Аполлон Мусагет и она не сможет быть а так бы а Женя будет танцевать спящую Женя будет танцевать в гала концерте в общем и Шклеров да в Большом театре появилась новая звезда ведущий солист в этом году произведенный в премьеры вот к началу сезона его произвели в премьеры это Денис Рудько и он у нас вместе с Женей будет танцевать спящую красавицу она само очарование идеальное пропорциональное изысканное маленькое такое хрупкое создание и он высокий такой статный будем смотреть Светлана Петровна вы долгое время работали руководителем управления культуры у нас в городе и ну понятно что в связи с профессией с любовью к искусству к любому вы наверное в любом искусстве можете выступать экспертом но вот сколько лет с вами сотрудничаем работаем балет все таки прям ваше это прям то что особой красной линии в вашей жизни вы знаете я очень люблю балет не отрекаюсь любя люблю очень оперу люблю драму люблю литературу много что люблю поэтому я может быть я к эстраде не очень да нет а классическое искусство все таки побольше классического искусства вот насчет балета вот смотрите есть такая история как все равно популяризация да какого-то того или иного вида искусства и сейчас к счастью в нашем городе мы вот сейчас идет год литературы да объявленный мы стараемся как-то внедрять развивать это среди молодежи как у нас дела обстоят вот с молодежью и балетом идет у нас молодежь смотреть учиться любить потому что балет все таки это ну не эстрада да вы уже обсудили этот момент во-первых идет смотреть надо сказать что премьеры балетные почти всегда имеют стопроцентную заполняемость да во-первых во-вторых когда у нас идет конкурс у нас теперь открылось хореографическое училище пусть оно совсем не того класса чем те о которых мы говорили но все сразу не рождается когда-нибудь оно вырастет вот появятся энтузиасты мастера люди которые любят это а ведь вы знаете в Петербурге то есть в Перми случайно тоже появился петербургский балет если бы не война если бы не отъезд в большей части после войны в Петербург и оставшаяся часть петербуржцев осталось преподавать то тоже неизвестно вы знаете в каждом деле есть свои элементы закономерностей и случайностей но питерское училище достигло того совершенства которого дай бог почаще нашим всем случайностям а выпуски вот нашего хореографического училища вы смотрите то что выпускают ребята наши молодые вот как оцениваете и может быть что-то чего им не хватает условий педагогов или что у нас еще пока говорить чего нам не хватает скажите что у нас есть вот и педагогов не хватает и условий не хватает и материальной базы не хватает и самого главного общежития потому что вообще настоящее хореографическое училище это вот как как интернат там живут там учусь там есть вместе спать вместе заниматься вместе вставать вместе это особый образ жизни у нас ничего этого нет балет это то чему ты должен всего себя отдать посвятить и без остатка всего это правда это правда и главное с удовольствием еще отдать с удовольствием наверное поэтому много семей да тоже вот все все молодые люди которые есть в балете они все женаты на балеринах чаще всего потому что по-другому невозможно по-другому это когда все время в росте а потом интерес общий и проблемы общий когда что-то не получается не решается знаете как-то все проблемы общие хорошо только жизнь не короткая у них очень это это к сожалению да прошлые годы фестиваль Аллы Шелест имел ну хорошие такие успехи все все концерты посещал большое количество людей действительно я тоже была люди чуть ли не на люстрах сидели на этих прекрасных новых на этот год какие прогнозы буквально два слова потому что две минуточки остается очень хорошие прогнозы продажи идет очень активно хотя у нас в запасе больше месяца я думаю что билеты будут проданы процентов на 98 98-2 процента это всегда знаете на какие-то непредвиденности вот я думаю что все будет продано и вы на все вы на все спектакли пойдете или на что-то выборочно обязательно то есть вы каждый день будете там жить я живу во время балетных спектаклей только там понимаете даже гастролер который танцевал ту же партию в прошлом году мне интересен сегодня потому что человек растет растет духовно растет технически и он уже он сам растет он по-другому мир видит и ведь это спасибо спасибо огромное к сожалению наше время заканчивается но обязательно посетим я думаю мы тоже наши телезрители фестиваль Аллы Шелеста со зрителями прощаюсь до следующей пятницы проведите время с пользой и удовольствием до свидания всего хорошего субтитры